В чём была идея управляемого хаоса и чему на смену пришла идея управляемого хаоса? Как известно, Неокуна и Буш, они хотели на Ближнем Востоке, они хотели его переформатировать и установить там некий порядок, орднунг. Оказалось, что Америке не хватает силёнок установить орднунг и нужно по одёжке протягивать ножки. И не случайно в Форен-ФС появился целый ряд статьй, что Америке нужно новое управление миром. Купчен и Маунт написали статью «Автономное управление», что Америка должна временно уйти, отступить. И, в принципе, идея правильная. Америка напоминает очень Римскую империю времён Адриана, когда Рим перешёл от стратегического наступления к стратегической обороне, когда римляне стали ставить валы. И, кстати, очень интересно, первый регион, откуда Римская империя ушла, была Месопотамия. Это как раз в конце правления Адриана и чуть-чуть позже. Стратегия Обама, а точнее тех кланов, которые стоят за Обамой, заключается в другом. Не в создании порядка, а в создании управляемого хаоса. То есть, если я не могу, если я должен уйти в прежнем качестве, я должен сделать так, чтобы моё место не заняли конкуренты. Лучший вариант – это оставить после себя управляемый хаос. Кто лучший кандидат на создание управляемого хаоса? Исламисты. Значит, используя мягкую силу, подтолкнём их к власти, двинем их. И обратите внимание, две страны, в которых исламисты были либо слабые, либо не хотели связываться с правительством – это Ливия и Сирия. Вот там мягкая сила не сработала, и заработала жёсткая сила. Но дело в том, что Соединённые Штаты на Ближнем Востоке – важный игрок, самый важный, но не единственный. Есть Саудовская Аравия, есть Иран, есть Катар, есть Израиль. И нынешняя ситуация, скажем, та же стратегия управляемого хаоса, когда исламисты создают этот хаос, она создаёт ситуацию, когда Израиль-то, в общем-то, и не нужен в этой ситуации. Поэтому Израилю обамовский план перестройки Ближнего Востока не интересен. Ни Израилю, ни Саудовской Аравии не интересно установление нормализации американо-иранских отношений, за которую выступает Обама. И вот в этой ситуации происходит наложение сразу нескольких линий, и в результате возникает то, что называется коварством в истории. Хотели как лучше, а вот получилось совсем по-другому. И в этом отношении Сирия стала камнем преткновения и для американцев, и для суннитских монархий. Но вот возвращаясь к тому тезису, что это арабское возрождение, я очень в этом сомневаюсь, что-то мне подсказывает, что арабская весна – это скорее… Я не хочу быть таким негативным пророком, но вот тем не менее, что-то мне подсказывает, что это некие последние всхлипы, и за этим последует нечто совсем противоположное возрождению. Мне кажется, заработают какие-то другие процессы. И если мы говорим сейчас об упадке Западной Европы, упадке Запада, ислам всё-таки – это аврамическая религия, мир ислама очень тесно связан с Западной Европой. И даже если Западная Европа исламизируется, а я это видел сейчас, вернувшись из Лондона, у меня были картины, которые меня в Лондоне просто потрясли, я там не был 20 лет, и были вещи, которые просто мне показались фантасмагорическими. Это всё равно уже будет не тот ислам. Я думаю, что впереди очень серьёзная мутация и европейской культуры, и мусульманской, с очень непонятным исходом. Но то, что к концу века ислам, если он сохранится, будет иным, и Запад будет совсем иным, вот это у меня сомнений не вызывает.